Десногорск Итоговая фотовыставка проекта «Семейные путешествия по дорогам Смоленщины». Что значит изучать? Правильно вести себя в музее, узнавать новое о своей малой родине. Ведь это и есть патриотизм. 20 ноября представители городской администрации и Роспотребнадзора провели очередной плановый рейд по соблюдению особых мер торговыми объектами. Такие профилактические мероприятия стали уже традиционными и носят в первую очередь дисциплинарный характер. Расскажите, что в вашем магазине проводится. Покажите нам журналы по термометрии сотрудников, где предоставляете место для обработки рук. Магазины города пока не попадались на злостных нарушениях указа губернатора. Обычно меры повышенной личной гигиены соблюдаются еще на входе. Это проверка температуры, обработка рук, соблюдение масочного режима. Это касается как посетителей, так и сотрудников торгового объекта. Этой практике в целом придерживаются коллективы магазинов «Спектр» и «Россиянка». Должно быть все на совести представителя работодателя, потому что работодатель осуществляет допуск персонала. Персонал может померить температуру, может не померить температуру. Это, как говорится, совесть каждого. Члены комиссии обратили внимание сотрудников на недочеты в соблюдении входного фильтра и сообщили о высокой вероятности нового такого визита. В случае повторного нарушения одним только предупреждением комиссия не ограничится. Фотовыставка «История Смоленщины. Достойная глава истории Великой России» – это итоговое мероприятие проекта «Семейные путешествия по дорогам Смоленщины». Открывшись 19 ноября, ее экспозицией стали более 80 семейных фотоснимков, которые десногорские семьи сделали во время своих небольших, но ярких путешествий. Можно сказать уверенно, что наши семейные путешествия помогли десногорцам, участникам проекта, приобщиться к истории родного края, его культуре, лучше узнать духовно-нравственные традиции. Начав экскурсию по родному городу, более чем 30 десногорским семьям удалось посетить 7 исторических мест Смоленщины. Теремок Вафленова, музей-усадьба Михаила Глинки в Новоспасском, поселок Приживальское, национальный парк Смоленское-Поозерье и другие по-своему уникальные места Смоленской области стали настоящим открытием для многих участников группы. И считаем, что это очень важно, чтобы семьи ездили и узнавали, дети наши привыкали изучать, что значит изучать, правильно вести себя в музее, узнавать новое о своей малой родине, ведь это и есть патриотизм. Проект «Семейные путешествия по дорогам Смоленщины» Совет женщин города Десногорска организовал благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов. А экспозиция по итогам поездок открыта в выставочном зале Историко-Краеведческого музея Десногорска по 10 декабря. В Смоленской области объявили желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о ветре, гололёде и тумане. Сложные погодные условия в пятницу 20 ноября привели к аварии на объездной автодороге Десногорска. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением на скользком участке. От наезда на бордюр машина перевернулась. В салоне находился только водитель. В результате аварии он не пострадал. ГИБДД особенно обращает внимание участников движения на соблюдение скоростного режима и использование ремней безопасности. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова